Калибр Привет! В этом видео я продолжу сборку электроквадроцикла Тесла. В прошлой части я сделал раму и подвеску. Также за кадром усилил задний маятник и сделал для него крепление из профильной трубы 60х40 со стенкой 3 мм. Решил оставить этот вариант рамы без изменений и поэтому проварился стыки. Размеры рамы оставил под видео. В этой части начну работу с подвески. Взял задний амортизатор от квадроцикла и примерил его к раме. Для него сделаю крепление из профильной трубы 60х40, то что использовал для крепления маятника. Отрезал от нее часть. Из нее сначала сделаю верхний кронштейн. Он будет с регулировкой по высоте. Для этого насверлил в нем отверстий. Для крепления его на раме приварил к ней еще одну трубу. Амортизаторная стойка оказалась короткая. Решил ее удлинить сверху. Благо металл на верхней чашке толстый и к нему можно легко привариться. Можно было перенести кронштейн ниже, но хочется оставить место для более серьезного амортизатора с более длинным ходом штока. Нижнее крепление приварил к маятнику только тогда, когда закрепил амортизатор на верхнем кронштейне. Сначала думал, что амортизатор слабый, но попрыгав на задней части рамы всем весом, понял, что он хорошо подошел к проекту, если не считать его высоту. Ни разу не получилось ударить в резиновый отбойник. Решил проверить, влияет ли регулировка по высоте на жесткость амортизатора. Но ничего такого не заметил, нужно делать выводы уже после теста квадроцикла на ходу. Для передней подвески купил идентичные амортизаторы, как у Теслы. Они от какого-то мопеда и ставились на заднюю подвеску. Но это не имеет значения, и жесткость и длина как раз подошла под проект. Да и еще они имеют несколько регулировок. Для их крепления к рычагу приварил еще одну трубу, так и хочу тоже сделать регулировку по высоте. Кронштейн сделаю из двух 40-мм полос толщиной 4 мм. Верхнее крепление стоек сделаю как на багги. Попробовал амортизаторы на жесткость, и они мне показались мягкими. Хорошо, что есть регулировка пружин по жесткости. Стянул пружины с помощью регулировочных гаек на пару сантиметров. Проверил давление в расширительных бачках, его там практически не было. Подкачал до одной атмосферы и снова проверил жесткость амортизаторов. Сейчас стало намного лучше, но окончательные настройки будут проводиться после ходовых испытаний квадроцикла. Далее я хочу закрепить рулевую колонку. Для этого взял корпусный подшипник фланцевого типа, который у меня лежал на полке и ждал своего часа. Он оказался больше чем нужно, и это я компенсировал втулкой из трубы. Нижнее крепление размещу примерно в этом месте. Сделал для него площадку из уголков. Рулевые тяги удлинил трубой на несколько сантиметров. Установил на место рулевые тяги и попробовал покрутить руль. А вот та самая ошибка. Крутишь руль в одну сторону, а колеса поворачиваются в другую. Нужно всего лишь развернуть рулевую колонку на 180 градусов, и колеса начнут поворачиваться в нужную сторону. Сделал еще один небольшой тест подвески при вывороте колес. Приобрел для проекта 72-вольтовый аккумулятор, емкостью 25 Ач. Он немного БУ, но пользовались им очень мало. Самое время проверить все электрические компоненты. Для этого нужно по инструкции соединить все провода от контроллера к двигателю и подключить ручку газа. Она имеет переключатели, режим скорости и задний ход. Соединять двигатель буду через клеммную колодку. Соединил силовые провода и датчики холла. Подключил ключ, который является кнопкой включения контроллера. Соединил ручку газа с кнопками. Подключил батарею и проверил. Ничего не произошло и двигатель не закрутился. Стал проверять провода и контакты. На всех было напряжение, но двигатель так и не запустился. Попробовал даже разобрать контроллер. Может быть там что-то забыли припаять, но не нашел ничего криминального. В итоге отдал его в ремонт. Хорошо, что у меня есть комплект для электровелосипеда. Правда он на 48 вольт, но проверить двигатель все-таки можно. Подключил его в цепь и кое-как нашел у себя аккумуляторы. И наскрепать они счастные 48 вольт. Включил контроллер и двигатель стал реагировать на ручку газа. Хорошо, хоть двигатель попался рабочий. Пока контроллер в ремонте, решил сделать промежуточный вал между двигателем и задней осью. Взял полированный вал 20 мм. Его используют для направляющих в ЧПУ станках. Он имеет закалку снаружи и очень прочный на изгиб. Также взял две звездочки на 12 и на 36 зубьев. Два корпусных подшипника и шпонки для звезд. Обороты у двигателя большие и чтобы их снизить ставят вал. Так как двумя звездочками сложно получить передаточное число 1 к 6. Конечно, это возможно, но нужно ставить очень большую, ведомую звезду. Крепиться он будет к уголкам, приваренным к раме. Пас для шпонки сделал обычной болгаркой и получилось даже лучше, чем ожидал. Для крепления звездочки на валу сделал отверстие со смещением от шпонки и нарезал в ней резьбу. Между звездой и подшипником есть место для регулировки, в котором будет находиться дистанционная регулировочная втулка. С помощью неё можно точно сопоставить ведущую и ведомую звезды в одну плоскость. Прикинул по месту, где лучше разместить ведомую звездочку на валу, чтобы двигатель сильно не выступал за раму. Пас для шпонки в этот раз сделал с помощью нескольких отрезанных кругов. И тоже всё очень хорошо получилось. Из трубы сделал ещё одну дистанционную втулку, отрезал лишний вал и также на торце сделал отверстие с резьбой. Теперь при затяжке этого болта всё стянется и должно держаться на своих местах. Для натяжки цепи нужно будет сделать натяжной ролик. Затем переделал ведущую звёздочку. Не нашёл в продаже нужную звезду с овальным отверстием и сделал её сам, вварив старую звёздочку в новую. Теперь меня только смущает, как такое овальное крепление на валу будет держать 3 киловатта. Явно оно не рассчитано на такую мощность. После доработки звезды сделал кронштейны для двигателя и приварил их сверху, подальше от земли и брызг. Укоротил и накинул цепь. Осталось только подключить электронику и можно будет попробовать прокатиться. Так как 72-вольтовый контроллер всё ещё находится в ремонте, я подключил к двигателю 48-вольтовый контроллер. Для теста, думаю, более чем хватит. Всё подключил и попробовал дать газу. На больших оборотах очень чувствуется дисбаланс колёс, да и задняя кривая ось добавляет тряски. Нужно будет свозить на балансировку, вот только не знаю, балансируют ли такие колёса. Всё вроде бы работает и цепь остаётся на своём месте. Интересно, как это всё будет работать под нагрузкой. Я хотел получить передаточное число 1 к 6 и использовал два одинаковых комплекта звёзд 1 к 3. Но получил на выходе передаточное число 1 к 8. Это хорошо, но я не понял, почему так произошло. Если кто знает, объясните, почему так получилось. Опустил квадроцикл за счёт лебёдки на пол для теста под нагрузкой. Использовал временную площадку для 48-ми вольтовой батареи. Подключил питание и попробовал тронуться. Не ожидал, что 48 вольт и 1 киловатт легко сдвинули квадроцикл с места. И мне стало очень интересно, как же поведёт себя квадроцикл с более мощным контроллером и 72 вольтовой батареей. Но проверить это я, к сожалению, пока не могу. Конечно, пока непонятно, как ведёт себя квадроцикл на открытой местности. Но покатавшись пару метров в мастерской, мне очень понравилось. Ни разу не ездил ни в четырёхколёсном электротранспорте. Попробовал упереть квадроцикл в стену и дать полный газ. Мощности не хватило, чтобы сорвать колёса. Но когда разгружаешь заднюю подвеску, встав на переднюю, двигатель хоть и с трудом прокручивает колёса. В общем, для полного теста нужно ждать 3-х киловаттный контроллер. А пока займусь корпусом и разными мелочами, коих в этом проекте много. Если вам понравилось, поделитесь этим видео. Ставьте большой палец вверх, подписывайтесь. Увидимся в следующей части.